Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня мы говорим о национальных и международных механизмах защиты и продвижения политических прав женщин в Кыргызской Республике. У нас в гостях директор Центра защиты женщин Балгакы Абыловна Досалиева. Здравствуйте! Прежде всего расскажите нам, как сегодня защищаются права женщин в Кыргызской Республике, какие существуют законы? С момента обретения независимости Кыргызстан принял ряд международных конвенций по продвижению политических прав женщин. Это конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, конвенция об охране материнства, конвенция о политических правах женщин, конвенция о гражданстве замужних женщин, конвенция о возрасте вступления в брак. Все эти конвенции затрагивают политические права женщин. Теперь, помимо принятия этих конвенций, у нашего Кыргызстана есть обязательства перед международным сообществом. В том числе нам необходимо включить принцип равенства в нашу Конституцию. Мы должны принять наши программы, планы и стратегии, основанные на этом принципе равенства. Нам необходимо принять законы в нашем собственном Кыргызстане и принять особые меры для расширения прав и возможностей женщин. Все это закреплено в нашей Конституции. Они имеют право голосовать и баллотироваться на выборах и не должны подвергаться дискриминации по признаку рации, пола, образования, возраста, экономического статуса или религии. Все граждане имеют равные права перед законом и в суде. И все граждане Кыргызстана, находящиеся под юрисдикцией адвоката, имеют равные права и равные свободы. А теперь поговорим о наших законах. В 2008 году был принят закон о государственных гарантиях равенства и равных возможностей для мужчин и женщин. В законе о государственной, гражданской и муниципальной службе также введен принцип равенства. В нем говорится, что должен быть конкурс и представители одного пола не должны превышать более 70%. Также закон о выборах депутатов местных кенешев гласит, что все граждане имеют равные права голосовать и баллотироваться на выборах. А также введен принцип гендерного равенства. Как вы знаете, в этом году прошли выборы в местные кенеши, на которых по закону за женщинами закреплено 30% мандата депутатов местных кенешев. А также в целях сохранения квоты в нем есть такие рекомендации. Если депутаты завершат свой срок полномочий, то, соответственно, мандат должен переходить от женщины к женщине или мужчины к мужчине. Закон о статусе члена местного совета также предусматривает возможность женщинам. Есть ли какие-то особые меры для женщин? Есть специальные меры. Эти меры – возможность реализовать свои полномочия таким привилегированным образом. Принцип равенства закреплен в 24 специальных статьях нашей высшей конституции. Специальные меры, принятые для различных социальных групп, не являются дискриминацией для членов других социальных групп. Эти женщины имеют одинаковые права по закону, но на практике для них существует множество препятствий. Поэтому в качестве специальной меры закон о квотах и этот закон о квотах предусматривают издания депутатов Джоор Кукинеша с 2007 года. И даже так 70 партий придут по пропорциональной системе. При составлении партийного списка говорится, что количество членов одного пола не должно превышать 70% и что количество членов не должно превышать трех человек подряд. В случае Кыргызстана список состоит трое мужчин и четвертым идет женщина. Затем снова три мужчины и женщина. В действительности оно составляет лишь 25% вместо 30%. В законе говорится, что представленность одного пола при составлении списка кандидатов возможны разные варианты. Три женщины, четвертый мужчина или по паритетному принципу женщина, мужчина или мужчина-женщина. Это не противоречит закону, а также является минимальным требованием. Политические партии, по желанию, могут вносить в списки более 30% женщин. Но лидеры партий не поддерживают участие женщин на уровне процесса принятия решений. Аналогичное предложение принял и городской кемеш. В то же время список очередей не более двух позиций. Также при назначении заместителей одного и того же омбудсмена в назначенные органы, например, в Центральной избирательной комиссии и Конституционной палате Верховного суда количество членов противоположного пола в счетных палатах не должно превышать 70%. Потому что, как вы знаете, в 2005 и 2006 годах в нашем парламенте не было женщин-депутатов. После введения закона о квотах в 2007 году 25% членов Джоорху Кенеша составляли женщины. В 2010 году он упал до 23%, а в 2016 году упал до 15%. Сейчас в нашем парламенте 16,6% женщин. Разве квота для женщин в Кыргызской республике, введенная этими местными кенешами, не ограничивает права мужчин? Я бы не сказала, что это не ограничение. Права мужчин не ограничены и не нарушаются. Потому что наша Конституция гласит, что квота, являющаяся особой мерой, не дискриминирует права других социальных групп. Потому что у мужчин и права, и возможности лучше, чем у женщин. По менталитету нашего кыргызского народа. С другой стороны, у мужчин не такие обязанности, как у большинства женщин. Он сам решает свое финансовое положение, не посоветовавшись со своей семьей. У него есть выбор. Поэтому для мужчин нет преград. Большое спасибо за интервью. С нами была Дасалиева Балгакы Абыловна, директор Центра защиты женщин. Спасибо.